значит крем у меня заварной я уже раньше рассказывала если надо повторю немножко вот у меня такие стаканы 200 граммовые два стакана буду делать из двух стаканов два стакана значит молока добавляем добавляем две столовые ложки муки то есть если два стакана молока то две столовые ложки муки и две столовые ложки крахмала если три стакана молока то по 3 все и крахмал такие у нас вот мука и крахмал немножко с горкой все теперь это нам надо перемешать чтобы не было комочков хорошенько пропускаю я еще его и через сито чтоб комочков не было добавляю сюда один стакан сахара один и как бы чуть-чуть на три стакана идет два стакана сахара здесь у нас два поэтому слегка получается один полный 200 граммов и самолен 1 упаковка все теперь готовим до загустения кастрюлю меня с толстым дном вот так вот загустел все выключаем плиту сейчас нам надо переложить другую посуду достать из кастрюли потому что кастрюля во-первых горячие во вторых если дно прилипло но начнет потом отдавать вкус другой я вот переложила поставила у окна и буду мешать чтобы быстрее остыла можете накрыть пленкой и оставить так так просто долго остывает остыл до комнатной температуры даже немножко теплее вот добавляем 200 грамм масла то есть есть и два стакана 200 грамм масла есть и один стакан 100 грамм и так далее масло размягченное и добавляем сюда понемножку готов кажется что он немножко жидкий потому что он еще теплый для меня сахар вот так вот в таком количестве нормально я не люблю слишком сладко но если вы хотите вы посмотрите на вкус если вам покажется что сахара мало можете добавить пока он сейчас немного теплый сахар обязательно растворится не волнуйтесь если вы наоборот переборщили с сахаром то единственная возможность как бы разровнять вкус это добавить сливочное масло и получится как бы все в норме все теперь бумажную салфетку чтобы когда будет остывать чтобы было куда выходил по чтобы обратно в крем не выливался вот так вот я сейчас его положу в таком положении в холодильник до полного остывания и займусь уже тесто для теста 200 грамм масла мед две вот такие с горкой меда это сто шестьдесят грамм вот он у меня на весах сто шестьдесят грамм 200 грамм масла 160 грамм меда ставим на плиту так мешаем до полного растворения масла и меда надо чтобы хорошенечко все нагрелось все хорошенько нагрелась даже стипела добавляем 2 чайные ложки соды такие без горки видите как пенится должно быть так говорят же если мед хороший то уксус не нужен но я его всегда все равно добавляю так уже точно буду уверена что не будет вкуса соды 1 чайная ложка уксуса видите цвет такой карамелизировался все чуть-чуть еще подержали до нужного цвета чуть-чуть он потемнел убираем чтобы он остыл пока он остывает мы взобьем яйца с сахаром делается все очень быстро разбиваем 4 яйца добавляем одну попковку ванилина 1 200 граммовый стакан сахара и взбиваем взбила я добила посмотрите видите какое состояние где-то минут 7 теперь добавляю сюда 200 грамм муки это пока 200 грамм буду смотреть понемножку добавляем нашу карамельную массу цвет такой уже карамельный стану сразу теперь второй стакан я добавлю половину буду смотреть может хватит тесто не должно быть слишком жидкое поэтому буду смотреть так добавляю другую половину стаканом не такое вот такое тесто ушло у меня получается два стакана 200 граммов но не полный стакан все может у вас уйти 300 грамм зависит от муки делается очень быстро если у вас есть готовый крем то тесто делается очень быстро все ставим в духовку на 180 градусов до готовности так глазурь 4 столовые ложки какао такие с горкой 100 грамм сахара 100 миллилитров молока ставим на плиту доводим до кипения масса закипела добавляем 50 грамм сливочного масла все глазурь наша готова прошло у меня где-то 17 минут 15-17 минут вот так вот не больше резким движением поворачиваем снимаем пергамент так теперь нам надо разрезать пополам точно пополам вам не обещаю потому что никогда не получается ровно мне кажется здесь меньше здесь больше ну конечно так дальше нам надо разделить вот так вот пополам вдоль это мы измельчим на крошке посмотрите как все пропеклось хорошо в общем из одного из одного мы делаем четыре эти конечно пошире чем эти но ничего страшного теперь берем из холодильника наши наш крем теперь нам надо смочить слегка молоком не сильно все теперь собираем наш торт и все и и и и и и и и и Как видите, крем на 2 стакана молока вполне достаточно на этот шторм небольшой, даже обильно смазанная, потому что верхний слой я не буду смазывать кремом, а буду покрывать глазурью. Самый верхний слой я вот так вот наизнанку положу, чтобы глазурь там была гладкая. Крошки я измельчу в блендере. Полученными крошками мы вот так вот покрываем края. Сверху покрываем глазурью. Вот такой вот тортик у нас получился. Оставлю где-то на 3-4 часа вот так вот пропитаться, накрою конечно же, найду такую посуду, чтобы она не прикасалась к ней. И еще пакетом накрою, покажу вам и положу на ночь потом уже в холодильник, а завтра покажу вам в разрезе. Вот так вот сверху поставила посуду, которая не будет касаться, и пакет, и так вот подержу часа 3 хотя бы, вот так вот, потом в холодильнике. Так, за 2-3 часа достаем из холодильника, покажу вам как она режется, посмотрите, нож просто утонул. Вот такая вот красота у нас получается. Вот здесь вот покажи. Теперь посмотрим, как вилкой режется. Смотрите, просто тает. Мммм, просто тает во рту. Вот в таком варианте медовик, он, мед очень хорошо чувствуется, и запах, и вкус вот меда сильно чувствуется, чем, допустим, при раскатывании теста. Там тоже есть, но такой небольшой акцент меда, а тут посильнее, потому что мед больше карамелизуется, и прям вот такой явный вкус и запах меда идет. Очень вкусный, кстати. Попробуйте. Ну, а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.